18 часов в Одессе в прямом эфире 7 новости. Студия Екатерина Поденежная. Здравствуйте. Полиция допрашивает пассажира автомобиля БМВ, который вечером 26 октября на углу Преображенской и Большой Арнаутской врезался в Москвич и сбил пешеходов. Напомню, тогда погибли два человека, еще трое получили тяжелые ранения. И водители пассажиров, то виновника аварии скрылись. Спустя почти месяц после происшествия одного из них, 22-летнего Валерия Ганченко, нашли. Однако инкриминировать ему какое-то правонарушение правоохранители пока не могут. На данный момент он проходит как свидетель. Процессуально пока данный человек допрашивается в качестве свидетеля по обстоятельствам, что происходило в автомобиле в момент совершения дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного производства, если будут доказаны составы, какие-либо совершенные данным человеком правонарушения, то обязательно им будет сообщено подозрение по данному виду преступления, которое он совершил. И устанавливаются причины, почему данные люди покинули место совершения преступления. И если будет доказано о том, что это делалось умышленно, то, соответственно, будет привлечено к уголовной ответственности. По информации правоохранителей, за рулем находился 21-летний Магомед Берсланов. По информации СМИ, он уже покинул пределы Украины, несмотря на то, что находится в розыске. Правда, в полиции говорят официально, он по-прежнему скрывается где-то на территории Украины. В Черноморске сорвали суд над тюремным надзирателем. Правоохранителя подозревают в убийстве. В мае он до смерти забил человека в селе Троицком. За это тюремщику грозит пожизненное заключение. Однако его бывшие коллеги, конвойные следственного изолятора, просто не довезли обвиняемого на очередной суд. При этом у надзирателя почти закончился срок ареста. Так он может выйти на свободу уже на этой неделе. В суде Черноморска ждут обвиняемого Вячеслава Лазарева. Бывшего милиционера и тюремщика везут из одесского СИЗО. Проходит час, второй, но подсудимого все нет. Мы пьем, что творится, мы пьем. Самосуд надо делать, бездай все. Лазарева обвиняют в убийстве с особой жестокостью. В мае он на глазах у очевидцев до смерти забил Андрея Перекитнова. Молодому слесарю было всего 34 года. У него остались жена и две дочери. Лекарства. Вот и лекарства. Давайте лекарства. Руками, ногами прыгал на нем, машину помял полностью и на капоте, и дверь. Первое заседание по делу тюремщика состоялось еще в сентябре. Но, к сути, Фемида перейти не смогла. Из-за ошибок обвинительный акт вернули в прокуратуру. Для того, чтобы ускорить процесс привлечения Лазарева к уголовной ответственности, мы его сегодня ночью переделаем. И завтра уже утром в СИЗО, в котором он содержится, вручим ему новый обвинительный акт. Обещали ускорить, вместо этого затянули процесс. Обвинительный акт прокуратура дорабатывала целых два месяца. Срок ареста Лазарева за это время почти истек. 19-го окончается срок подстража. Они хотят подстроить, в 18-го его привезти. У него схватит по дороге срачка. И все, привезут его обратно и выпустят его на волю. И скажут, сбежал. Через три часа черноморские судьи решают, ждать дальше нет смысла. Своего бывшего коллегу конвой сегодня уже не доставят, заявляют они. Почему ни судей, ни прокурор объяснить не в состоянии. Ни с этого привода, почему его не доставили, я объяснить не могу. А почему вы этим интересуетесь? Я зацикавился, но мне никто ничего не объяснит. Следующее заседание по делу Лазарева состоится 18 ноября. За день до окончания срока его ареста. Если тюремщика опять не довезут, родственники его жертвы обещают блокировать суд. Поддержать их уже готовы односельчане и одесские активисты. Константин Гак, Константин Лужневский, Седьмой канал. Костер сразу из трех иномарок наблюдали сегодня ночью жильцы домов на Бреуса. Около четырех утра там загорелись припаркованные машины. Спасатели прибыли на место довольно оперативно, правда спасти мало что удалось. Ключевая версия – поджог. Ночной пожар. Улица Бреуса. Во дворе жилого новостроя сгорело сразу три автомобиля. По предварительным данным имел место целенаправленный поджог. Меньше всего в огне пострадала малолитражка Део Матиз. У нее оплавилась только одна сторона. А вот Тойота РАВ-4 и Ниссан Жук сгорели фактически дотла. Восстановлению машины уже не подлежат. Растерянные владельцы не могут даже предположить, кто и за что так сурово обошелся с их имуществом. Не должны никому деньги, ни с кем не ругались, ничего. Не было никакого конфликта, чтобы соседи спорили или еще что-то на мое место поставил. Ничего места здесь нет. Говорят, двор мало того, что спокойный, так еще и охраняемый. По крайней мере, таким числится. Прямо над местом пожара стоит камера видеонаблюдения. Правда, охрана, проспавшая все самое интересное, говорит толку от нее не особо. Заведует местным видеоархивом председатель ОСМД. Правда, на камеру женщина разговаривать не хочет. Впрочем, ее рассказ и так интересен. Мол, записи мистическим образом исчезли. Но владельцы пострадавших автозаписи просмотреть успели. По их словам, было четко видно, как два человека перелезли через забор. Повозились возле одного из сгоревших кроссоверов, а затем он полыхнул. Правда, удастся ли это доказать с учетом той скорости, с которой меняется картина происшествия, вопрос. В деталях инцидента пытается разобраться полиция. А жильцы двора уже собираются увеличивать штат охраны. Сергей Бандур, Дмитрий Бондаренко, Седьмой канал. После обрушения жилого здания на улице генерала Цветаева, жители соседних домов боятся то же самое повториться и с их квартирами. Многолетние трещины стали больше, а фасад здания постоянно осыпается. В дождь и снег здесь можно увидеть только местных котов. В плохую погоду во двор дома номер 82 на улице генерала Цветаева не входят гулять ни взрослые, ни дети. Жители переживают. На них что-то может снова обрушиться и кому-то достанется. Пострадали в этой квартире угловые больше, а моя как бы меньше. Но до поры до случаев. Ольга Николаевна вспоминает трагический случай, который произошел 13 октября. Тогда на улице генерала Цветаева рухнула часть стены двухэтажного дома. Прямиком на пристройку в соседнем дворе. В результате булыжники проломили ее крышу и рухнули в помещение. Внутри находился 21-летний парень. Он погиб. Причина обвала – аварийное состояние здания. Ракушечник не выдержал последствий стихии. Теперь уже люди из соседних домов переживают, что здание продолжит рушиться и дальше. И потянет за собой остальные. Мы делаем сами все, что можем. То, что не можем, как я это осилю? Ни по деньгам, ни физически, ни этого. Если его оштукатурить, мы его спасем. Но что там нужно сделать? Знают специалисты, что я считаю, что его нужно оштукатурить. Перекладка запланирована уже очень давно. Еще в прошлом веке. Перекладку сложно делать. Конечно, если бы сделали перекладку на более легкий материал. Сейчас разные материалы. Газобетон. Может, он бы так и эту стену не выдувал. Вот она пошла пузом, потому что садится и вес тот тянет. Трещины начинаются снаружи и проходят сквозь все строение. Видите? Это те трещины, которые почему-то трескаются снаружи. Вот оно бухтит все. Но внутри это мы сделаем. Допустим, будет погода, мы сделаем. Но это говорит характеристика о том, что оно не здорово. Когда мы меняли окна, мы над каждым окном, мы даже, видно, заводили металлические швеллера. И над этой дверью, вон, кошмарная трещина, мы заводили швеллера. Больше остального. Ольга Николаевна боится за вот этот угол своей квартиры. Он прилегает к тому самому дому, который обвалился. Женщина уверена, его необходимо укрепить. Но сделать это своими силами она не в состоянии. Бабушка живет сама, да, на пенсию. Мы как дети, внуки помогаем по максимуму, кто как может. Но в основном она сама. У детей Ольги Николаевны, как и самой женщины, сейчас пока есть только одна надежда. Что старый дом простоит хотя бы эту зиму. Ольга Голодова, Алексей Барановский, Седьмой канал. В Одесской области задержали киберпреступников. Им удалось обмануть людей на 60 тысяч гривен. На сайте объявлений мошенники размещали товары по очень выгодной цене. Пользовались аккаунтами людей с высокой репутацией. Когда потенциальный покупатель интересовался товаром, в ход шли уговоры. Они вели активную переписку и телефонные переговоры с покупателями, давая им возможность высказаться и общаясь с ними на разные темы. В результате чего они уговаривали оплатить частично, либо полностью сумму товара на их банковские карты. Основные организаторы бизнеса «Двое мужчин» 30 и 32 лет. У преступников изъяли симки, банковские платежные карты, мобильные терминалы и компьютерную технику. На углу объездной Хаджибейской дорог катастрофические пробки. Каждый день автомобилисты теряют время, вечно опаздывают и возмущаются. Я напомню, здесь продолжается ремонт дамбы. Сколько времени отнимет этот участок трассы? Полезная информация от Марии Сапкаловой. Это пересечение объездной и Хаджибейской дорог. Такой хвост из машин здесь каждый день уже больше месяца. Рабочие объясняют, ремонтируют дамбу. Проходит реконструкция опорной части и наладка волноотбойного блока. Водители пытаются маневрировать в общем потоке, иногда нарушая правила дорожного движения. Кто-то глушит мотор и выходит на перекур. Рассказывают, теряют время из-за этих неудобств на магистрали. Трачу по полдня времени туда и назад. В налатовку, на авторынок. Сколько ждете по времени? Где-то полчаса-сорок минут тратится каждый раз. Туда сорок минут-полчаса стою и назад сорок минут-полчаса стою. Сорок минут в пробке стоите? Да. Подготовку. Долго ждете? Уже минут как сорок, наверное. Ну, я так понимаю, там дамбу что-то заливают, ремонтируют. Что-то сильно долгое делают. Куда спешите? Куда спешим? На яму, на авторынок. За запчастями. На яму есть еще одна через поселок, но я согласен, что действительно неудобно ездить. Длина дамбы 900 метров. По плану, ее восстановление должны завершить в середине 2017-го. Но мастера из бригады говорят, хотят поставить финальную точку еще до Нового года. Автомобили едут по встречке. Нарушают. Массово. У кого нет, то есть и беднее ждать. О детских школьников сегодня встречала патрульная полиция. Но сотрудники ведомства пришли не наказывать, а учить. Для детей провели интерактивный урок. Полицейские рассказали о правилах поведения на дороге и в транспорте. Новые знания получала и наша Ирина Рогозянская. А на красный свет можно переходить? Нет, нельзя, надо подождать, пока загорится зеленая. Правильно, совершенно верно. И на дороге должна быть предельная внимательность. Сложные термины простыми словами. Вот так, с картинками в руках и в игровой форме. Полицейские рассказывают малышам правила дорожного движения. Мы не одеваем наушники, мы не играемся в телефоне, не рассматриваем какие-то картинки. Для лейтенанта полиции Антонины Пономаревой такие визиты в школу начались практически одновременно со службой. Она говорит, выступать перед детьми было страшнее, чем задерживать преступника. Дети – это такая целевая аудитория, которую ты не обманешь. Здесь нужно быть, вот, говорить, знать, что ты говоришь, быть уверенным. Вот, и так как мы знаем, дети у нас сейчас все грамотные, просветленные, ты должен понимать, что ты говоришь. И каждую твою ошибку они заметят, и они тебе об этом скажут. Полицейские считают своим долгом проводить подобные уроки. Если об этом говорят дома, об этом говорят в школе, и приходили люди, которые в форме, которые в этом непосредственно работают и говорят об этом, значит, это действительно нужно, значит, это действительно должно быть. Соответственно, вот на всем этом и строятся те знания безопасности и навыки, которые получают дети, которые они используют в жизни. Дети узнали много нового и остались в восторге от беседы с настоящими полицейскими. Я узнал много новых знаков, узнал то, что нельзя гулять с собакой на дороге, узнал, что нельзя на роликах переходить через дорогу, и что нельзя даже на велосипеде переходить. Много строят, даже не могу передать словами, но такое бухие. Спасибо! Сегодня весь мир отмечает Международный день толерантности или терпимости. Это проявление уважения, принятия и правильное понимание многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. К сожалению, так получилось в силу разных политических событий. У нас слово «толерантность» несколько дискредитировано. Причем, каким образом он переводит? Мы должны терпеть других. Толерантность — это о том, что признается право других групп быть равноценными, даже если они в меньшинстве. Равноценными и равнозначимыми. Ну а статистика говорит вот о чем больше всего дискриминации подвергаются по религиозному признаку, затем расовому и гендерному равенству. Итоги подведем, как всегда, в 20 часов. Я напомню, следить за новостями нашего канала всегда можно на официальном сайте, в Твиттере и в социальных сетях. Увидимся скоро. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин